Энергетики отчитались перед населением, как прошел отопительный сезон и сколько предстоит отремонтировать сетей в этом году. Из-за невозможности организовать встречи с потребителями, общение прошло в режиме онлайн. Рута Келлер продолжит. Перед микрофонами энергетики. Руководители новосибирского филиала сибирской генерирующей компании отвечают на вопросы горожан. Надеюсь, что сегодня представленная информация снимет множество вопросов, которые возникли, которые возникают и где-то поможет в налаживании хорошего диалога и с потребителями, и со средствами массовой информации в том числе. Это была самая короткая зима за 20 лет. Всего 212 дней. К тому же закрытие многих организаций из-за пандемии в разы уменьшило энергопотребление. Да и количество неплатежеспособного населения увеличилось. Стоит задача сохранить источники финансирования ремонтных программ в городах присутствия СГК. В первую очередь идет прирост по прочим, по мелкому, среднему бизнесу. То есть те события, которые есть, они отрицательно влияют, мы понимаем. И, к сожалению, по этой категории собираемость у нас упала до рекордных показателей. Это они платят в районе 60% от начисленного. Некоторым неплательщикам предоставят отсрочку. С другими будут судиться, поскольку рост неплатежей создает риски для ремонтных инвестиционных программ. На сегодня все планы 2020 года по ремонту и модернизации трубопроводов в силе. Испытали мы уже 800 километров отопительных сетей. Это 30% того, что мы должны испытать. То есть идем строго по графику. С начала испытания уже выявлено 420 дефектов. И в том числе и по этим этапам, которые вчера пройдены. И, соответственно, они устраняются. И вода подается потребителям. Самые частые вопросы, которые задавали жители Новосибирска и Куйбышева, будет ли перерасчет, зачем топить начали в октябре и даже почему в домах так жарко. Энергетики дали максимально расширенные ответы. С некоторыми можно ознакомиться на сайте компании. Рута Келлер, Артем Валевич, Новости ОТС.